книга открытым оком том 25 тема политика вопрос 3753 кратко дайте обоснование своей позиции по отношению претендентов на пост главы в россии от руководителя так многое зависит и не лучше ли было бы все же отдать свой голос за нужного человека иногда же один голос решает все отвечает игнатий тихонович лапкин во-первых никого лично не знаю во вторых выборы от нас не зависят уже каждому отведена своя ячейка масонами евреи кого попало не поставят им для достижения своей главной цели нужна своя креатура и обязательно у президента будет или кровь еврейская или жена еврейка хотя на меня это шокирующее не влияет но все же следует знать если у претендента иная цель для россии кроме обогащения своего клана самыми бессовестными считая коммунистов вывез выставивших своего кандидата этим кровопийцем и палачам русского народа обезглавившим 100 миллионов своих сограждан а люди этого ходить бы не нужно а они изверги рода человеческого безозрения совести предлагают может попробуем еще раз все их программы для диких животных для утробы несытой они никогда ни одного обещания не выполняли за 70 с лишним лет и снова начнется рубиловка они более всего боятся свободы слова свобода прессы свобода духа человеческого и христианских идеалов библия и христиане снова окажется в гулаге под страхом смерти за коммунистов голосовать нельзя чтобы не быть проклятым богом еще одного клоуна держит для успокоения и для самодуров с ним в одной комнате ночевать опасно остаться выдвигаемый преемником нынешнего президента более всех импонирует мне но только в нее внутри у него что есть притчи 21 1 цитата сердце царя в руке господа как потоки вот куда захочет он направляет его главное это не в том кого мы на престол изберем а какова наша жизнь во христе тогда за царя жизнь будут полагать они охотятся за ним притчи 22 11 цитата кто любит чистоту сердца у того приятность ностах тому царь друг изберут президента а он завтра сделается совсем не тем каким был сегодня он тоже не застывшая статуя а способен изменяться и часто не так как хотелось бы народу притчи 25 3 цитата как небо высоте и земля в глубине так сердце царей не следимо что он сделает ныне если пойдет китай или мусульманство книга еремия 9 простите 4 9 цитата и будет тот день говорит господь замрет сердце у царя и сердце у князей и ужаснутся священники и изумятся пророки сегодня убитого царя николая канонизировали но кто укажет причину почему он свергнут одни ли масоны с евреями приложили руку к тому или он сам более всех помог тому книга данила 5 20 цитата но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости он был свержен с царского престола своего и лишён славы своей когда-то народ израильский просил себе царя и получив ответ стал каяться книга первое царство 12 19 цитата и сказал весь народ самуилу помолись о рабах твоих пред господом богом твоим чтобы не умереть нам ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех когда просили себе царя наша обязанность просить бога о даровании добрых начальников молиться послание 1 тимофею 2 2 за царей и за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте кто дерзнув указом пренебречь под напевы арфы интимпана не падет к подножию стукана будет ввержен в огненную печь и любовью к богу пламенея заповедь всевышнего храня были в море лютого огня веркнутые три смелых иудея видит царь с волнением в чертах как в горниле пламени и дыма все они проходят невредимо и все с хвалою богу на устах и вскричал в смятении великом не троих ли бросили туда и бледнее он воскликнул снова кустью печи приближаясь сам выйдите повелеваю вам знающим лишь господа живого и завет господень сохраняя верую святою пламенея невредимо из среды огня вышли три отважных иудея и сказал им царь благословен ваш господь вам ангела пославший и в горниле раскаленных стен чудную прохладой объявивавший он велик и милостив и строк кто дерзнет из речи ему хуле не будет мной казнен без сожаления он один воистину есть бог иван григорович а